В Германии обыскали офисы «Газпрома» в рамках расследования роли компании в повышении цен на газ в Европе «Блумберг». Уже второй год ряд экспертов и энергетических журналистов указывают, что цена на газ, которая начала расти в 2021 году – это искусственно созданный пузырь. Трейдеры, подконтрольные «Газпрому», просто усиливали ажиотаж на рынке. Дмитрий Медведев. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран, брызжущих во все стороны, кипящие от негодования слюной. «Я просто балдею от этого стиля. Так, в 70-х нам по телевизору рассказывали о зверствах империалистов в погоне за барышами. Совсем, значит, хреново стало на Московии». Россиян с радиационным облучением привозят в Гомель из Чернобыльской зоны. У Путина и командований армии РФ реально отношение к личному составу, как к мясу. Загнали стадо в рыжий лес, сказали окопаться, они и окопались. Даже не знаем, что сказать. Россия – это катастрофа. Нищая, убогая страна варваров. Турция и Израиль рассматривают вариант постройки альтернативного газопровода для стран Европы, отказывающихся от российского газа. Идея заключается в строительстве подводного трубопровода из Турции на крупнейшее морское газовое месторождение Израиля – Левиафан. Газ будет поступать в Турцию, а затем к южноевропейским соседям, стремящимся диверсифицироваться от России. В случае запуска газопровода объем добычи газа из Левиафана будет увеличен до 21 миллиарда кубометров в год. При ВСУ начали формировать белорусский полк «Погоня». Ранее другое белорусское подразделение, сформированное сразу после вторжения ВС РФ, вошло в состав вооруженных сил, а бойцы приняли присягу. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон заявила о желании Швеции пересмотреть оборонную доктрину и вступить в НАТО. В Италии власти конфисковали бронированный «Мерседес Майбах» стоимостью около 670 тысяч долларов, принадлежащий российскому олигарху Алишеру Усманову. Австрия отказалась платить за российский газ с рублями. Российско-французская компания «Пауэрджет» прекратила техобслуживание и ремонт двигателей САМ-146 для самолетов «Суперджет-100». Прекращены поставки запчастей. Американские сенаторы предложили перенаправлять Украине средства, изъятые у россиян из-за санкций. Законопроект, который они подготовили, предполагает, что средства, вырученные от конфискации активов РФ, будут направлять в специально созданный фонд помощи украинским беженцам и восстановлении Украины. В Беларуси продолжается железнодорожная война. Уже второй поезд сошел с путей за три дня. На нем была военная техника РФ. Во Франции увольняют главу разведки генерала Эрика Видо из-за ошибочных оценок реалистичности российского вторжения в Украину Фигару. На звездном концерте в Великобритании для Украины собрали 520 миллионов гривен. Двухчасовой музыкальный концерт «For Ukraine» состоялся с участием Эда Широна, Камилы Кабелло, Грегори Портера, Палома Фейта и других британских звезд. Специальной гостьей концерта стала украинская певица Джамала, исполнившая песню «1944». Деньги перечислят в Комитет по чрезвычайным ситуациям, который помогает нашим беженцам. Украина ведет переговоры о полном закрытии Польши и границы с Белоруссией. Подразделениями ВСУ на Херсонщине восстановлен контроль над населенными пунктами Орлова-Заградовка-Кочубеевка. Главное управление разведки получило документ, свидетельствующий о предстоящем посещении Турции российской делегации с целью принять участие в международном авиасалоне «Евразийское авиашоу-2022». В документе представитель Ростех в Турции предупредил своих российских коллег о неутешительной для России ситуации и дал рекомендации по поведению делегации во время визита и как скрывать свою принадлежность к стране-агрессору. Россия стала нежелательной страной во всех демократических государствах, потому что россиян не рады видеть среди свободных народов. И так будет и дальше. Теперь быть представителем из России должно быть стыдно, ведь каждый из вас является соучастником всех военных преступлений против цивилизованного мира. «Жестко, но мы и живем в жестких условиях» – митрополит Александр Дребенко о запрете московского патриархата. Напомню, что ВР подали законопроект, предусматривающий всю церковную собственность РПЦ в Украине и религиозных организаций, в том числе Киевской митрополии Украинской православной церкви. В течение 48 часов со дня принятия этого закона должны инвентаризировать и национализировать. «Религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней». Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра и другие архитектурные монументы государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании РПЦ, переходят в собственность государства». Процитирую. «Время любить и время ненавидеть. Время мира и время войны. Экклесиаст 3.8». Япония вновь перевела южные Курилы в статус незаконно оккупированных. Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это территории в настоящее время незаконно оккупированные Россией. В Ивано-Франковской области национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси. Из-за блокады России и украинских портов растут цены на продовольственные товары. Столтенберг. Британия расширила санкционный список против РФ. В него попали глава Национального центра управления оборонной РФ Михаил Мизинцев. Телеведущий Сергей Брилев, ранее проживавший в Великобритании. Брилев больше не сможет получить доступ ни к одному из своих активов в Великобритании или продолжит деловые отношения, говорится в документе. Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. Медиагруппа «Россия сегодня» работает под ТМ «Спутник». Канал РТ. В Международный легион обороны Украины хотят вступить до 30 тысяч бойцов. Командир спецподразделения с позывным «Эдвайзер». Желающих вступить в легион очень много. Это около 20-30 тысяч, которые находятся на границе между Польшей и Украиной. Мы не можем взять всех. Мы отбираем действительно профессионалов, знающих, что такое специальное назначение, пояснил он. Отдали бы Камчатку, Сахалин и Курилы японцам. Те превратили бы эти территории в цветущий сад. Так нет, сами живут в дерьме и тащат это дерьмо другим. Самая большая в мире лизинговая компания AirCap, базирующаяся в Ирландии, подала иск против России на сумму в 3,5 миллиарда долларов. Причина – то, что авиакомпании РФ, взявшие самолеты AirCap в лизинг, не возвращают их. Напомним, РФ присвоила 400 лизинговых самолетов на 10 миллиардов долларов. Большинство из них летают по внутренним маршрутам РФ. Россия не только самая большая страна по убийствам мирных жителей, но еще и по мародерству. Пока русские солдаты грабят квартиру украинцев, руководство Кремля тупо ворует чужую собственность. Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Альянс будет поставлять Украине столько оружия, сколько потребуется. Российско-фашистский военный корабль «Саратов», подбитый и затопленный в порту Бердянск. Спутниковый снимок 30 марта 2022 года. Окупанты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. В настоящее время на станции еще остается небольшое количество расшистов – энергоатом. Окупанты двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь. Намерение покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции. Рашисты строили окопы прямо в Рыжем лесу, самом загрязненном во всей зоне отчуждения. Получив значительные дозы облучения, оккупанты запаниковали при первых признаках болезни. В настоящее время формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, которые осаждали город Славутич. Населенные пункты Слобода и Лукашевка Черниговской области освобождены от оккупантов ОК «Пивнич». О том, как и откуда осуществляются ракетные атаки Украины от спикера командования воздушных сил Юрия Игната. В основном ракеты – это «Калибр» и «Ха-55». Эти ракеты крылатые и могут быть разного базирования. У оккупантов также много самолетов, с которых они наносят удары. Кстати, бывало, во Львовскую область прилетала с Каспийского моря. Два-три дня назад вылеты самолетов активизировались с новой локации – с аэродрома в Бресте. «Искандер» запускают очень высоко, она делает дугу и на бешеной скорости летит в заданную цель. Их воздушные силы уже тоже научились сбивать. Ракеты можно быстро сбить, основное – их зафиксировать. Хотя видим неоднократные случаи, когда ракеты РФ падали по дороге из-за неисправности или попадали в другую цель. В основном все ракеты заметны для военнослужащих воздушных сил. Впрочем, это высокоточное оружие, которое летит 800 км в час. Если ракета летит с Черного моря, то непонятна локация, запрограммированная для нее, поэтому сирена включается, начиная от Херсонской области и до запада. Воздушные силы сбивают цели преимущественно зенитными ракетными комплексами – «Стингеры», «Игла», британские и американские зенитные ракетные комплексы, находящиеся на вооружении. Мы уже даже истребителями сбиваем, что свидетельствуют о мастерстве наших пилотов. Это очень сложно, ведь должны сложиться подходящие условия, чтобы занять выгодное расположение. Константин Машавец. Переход группировки орков к жесткой обороне в районе Херсона и Новой Каховки. Читался заранее. И тут как бы ничего нового или удивительного нету. А вот тот факт, что оркам из состава группировки «Восточнее» и «Северо-Восточнее» Броваров, а также окопавшимся между Киевом и Черниговым по трассе Е-95 в скорости станет нехорошо, почему-то у многих вызвал удивление. Но это же очевидные вещи. Даже воспитанники Московского Суворовского училища должны понимать последствия таких действий. Нельзя штурмовать Киев, ну или что они там делали под видом блужданий и хаотических перемещений в треугольнике Суммы-Прилуки-Чернигов. И одновременно вытягивать в разные расходящие стороны свои клещи и прощелкивать в это же время свой тыл на растянутых коммуникациях. Рано или поздно клещи поотрезают, а соляра и сухпай кончатся. Можно, конечно, как в Афгане, контролировать дороги, транспортные узлы и ключевые пункты, пытаясь охранять свои тыловые конвои. Но это будет эффективно только на очень короткое время. Ибо в таком случае это все равно нихрена не убережет те же конвои от регулярных атак и подрывов. А для того, чтобы попытаться плотно охранять 200, 300, 400 километров своих тыловых коммуникаций, а именно таково плечо подвоза у этих заблудившихся на учениях гамадрилов, надо до хрена солдат и техники. А взять их, кроме как из состава своих наступающих группировок, негде. В свою очередь это означает уменьшение оперативных плотностей на направлениях главных ударов и ослабление самих ударных группировок. Использование для этих целей резервов ситуацию также в корне не меняет, ибо эти самые резервы по уму нужны не для патрулирования враждебных сел и отражения атак украинских фермеров и селян, а для наращивания усилий на основных операционных направлениях. Потому протянув вдоль трассы Суммы-Киев узкую полоску контролируемой территории, Барварская группировка орков была изначально обречена на разрыв и разрезание своих тыла и флангов. Без расширения контролируемых, надо сказать, условно территорий. Кстати, главной причиной устойчивости орка группировки в северо-западнее Киева как раз и был тот факт, что ее плечо подвоза было намного короче и более эффективно контролировалось, нежели это было у орков, прущих со стороны Сум и Черезнежин. И это при всем том, что удары по тылам и флангам, скажем так, скорее укусы, этой группировки орков со стороны ВСУ и поддерживающих их тракторных бригад носили скорее характер удобного экспромта, нежели целенаправленные партизанщины. Нам трудно сейчас представить, что будет с этой группировкой орков, когда все кругом зазеленеет. А к этим вопросам со всей ответственностью и эффективностью подключится ССУ Украины. Даже сейчас, еще до всего выше нами перечисленного, признаки откровенного изматывания именно этой группировки противника достаточно заметны. Причем настолько, что после первой попытки с наскока взять бровары и прорваться к восточным окраинам Киева, которая закончилась прогремевшим погромом передовых подразделений 90-й ТД орков. Командование данной группировки Лаптиногих так и не могло организовать какие-то более-менее вменяемые активные наступательные действия на данном направлении. И тем не менее, орки продолжают цепляться за восточные подступы к Киеву, сидят на голодной норме снабжения вдоль дороги на Прилуке и, перерезав трассу на Чернигов, несут перманентные потери практически каждый день, но упорно не отходят, пытаясь изображать из себя кинжал, представленный к сердцу Киеву Украины. Кремль только сделал видимость, что сокращает активность на Киевском и Черниговском направлениях. Россия передислоцировала менее 20% своих сил, которые раньше были сосредоточены вокруг Киева. Об этом сообщает спикер Пентагона Джон Кирби. Подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с другими подразделениями сил обороны Запорожского края освободили от российской оккупации села Затишье, Малиновку, Веселое, Зеленый Гай и Красное, недалеко от Гуляйполя. ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениях. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов. Он также подтвердил, что сегодня утром около 11 часов в Харьковском районе наши силы воздушной обороны сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко снизилась. Самой критической точкой остается Изюм. Там продолжаются бои. За сутки на Луганском и Донецком направлениях наши воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной техники, 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем, 1 самолет, 3 БПЛА, 1 крылатую ракету. Верим в ВСУ. Карта боевых действий по версии разведки Великобритании на 31 марта. Для сравнения даем карту от 30 марта. На двух направлениях наши позиции улучшились, на остальных пока без изменений. Освобождение Киевской области в эмоциях. Брошенный пес в доме дождался украинского солдата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин